На автобусных остановках семей с населением в 350 тысяч человек скопились люди в ожидании транспорта. Это связано с тем, что 170 единиц транспорта автопарка «Семейбас» не вышли на маршруты. Место автобусов «Семейбас» по городу курирует старый транспорт другого автопарка. «Автобусы я жду порой по 37 минут. Приходится идти пешком. На такси у меня денег нет. Автобусы ходят отвратительно, кондуктора при этом ещё и грубят. Так что хотелось бы, чтобы автобусов было побольше». В ближайшее время ситуация с общественным транспортом в городе вряд ли улучшится. Автопарк «Семейбас», водитель которого протестует с прошлого года, может прекратить работу. Она взяла в лизинг новые автобусы и обвиняет в сложащейся ситуации Акимат города Семея. «Данил Ахметов обвиняет нас в неэффективном менеджменте, хотя сам Акимат является соучредителем предприятия и принимает непосредственное участие в управлении его финансами. Чтобы ни у кого не было вопросов, ТО «Семейбас» опубликовал все финансовые показатели за 2020 год в открытом доступе. «Для нормального функционирования общественных пассажирских перевозок в городе Семей Акимат должен просто исполнять закон». Директор автопарка добавил, что субсидии от Акимата надо было вовремя выплачивать. По его словам, с момента начала деятельности компании Акимат, согласно соглашению, должен был перечислить средства. Однако автопарк ничего не получил. Плата за проезд не может покрыть расходы в компании, утверждают в автопарке. Сумма неуплаченных налогов и плата за лизинг новых автобусов составляет около 2 миллиардов тенге. Автобусы все разбиты, никто не контролирует график движения. Аким области Даниил Ахметов в 2017 году раскритиковал качество автобусов Семеи. Позже в рамках государственно-частного партнёрства создали компанию «Семейбас». Новый Аким города Семей, сменившийся накануне, подтверждает, что субсидии автопарку Акимат не выплатил. Но были отдельные переводы насчёт компании. Недавно столичный суд вынес решение о возврате автобусов, взятых в лизинг компании «Семейбас» в фонд развития промышленности. Компания «Семейбас» подала иск в областной суд о признании незаконным договора Акимата с другой компанией, а также о выполнении условий о выплате субсидий. 49% компании «Семейбас» принадлежит Акимату, 51% – местному бизнесмену Серегжану Айкельеву.